здравствуйте в эфире программа сердцееды ваня июля и лёша пока история обо мне нету плохой истории я хороший для шаневрей или мне придется рассказать про вчерашнюю бабушку или ты расскажу вам свою сам давай ты друзья яркие моменты своей жизни мы запоминаем по-разному пишем дневники снимаем видеоролики фотографируем я признаюсь я очень люблю фотографировать и очень выфотографироваться у алексея волкова это наш один из наших любимых фотографов все афиши которые вы видели у нас сделаны да алексеем волковым сегодня у нас наконец-таки в гостях этот фотограф добрался привет ну даже если не брать в пример наши афиши то различные глянцевые обложки журналов которые вы так привыкли листать у себя дома это заслуга также алексея но мы еще пообщаем заслуга или все через постель какие журналы что почем другом не программе все как обычно вбиваем то время фамилию в поисковой портал тут бай и смотрим что же интересного тебе пишут в интернет пространстве ну вот очень классный портал фото курс бай и здесь написано что ты ведешь курсы современной фотографии ты специализируешься на фэшн фотографии да да вот скажи вот что в том понимании фэшн фотографии модно которая подходит для разных журналов и витрин и так далее все что связано с модой сейчас одеть меня красиво накрасить меня фэшн напротив фэшн вывески то я буду фэшн да легко ага все так просто отлично завтра берем свои фотографии едем в какой гипермаркет клеим себя на витринах и мы сразу фэшн не так надо сфотографировать как следует а вот в чем дело да хорошо это так просто да не на икон жиром в зеркальце баба ну хорошо если серьезно вот правда не хочешь стать крутым фэшн фотографии да какие курсы ему посоветовали курсы труд и практика можно там не знаю за год за два научиться обалденно фотографировать другие не сделают это за 10 лет если за 10 лет сделать 10 съемок то это ничего не достигнешь если в день делать по 8 это у меня пока рекорд 8 образу за день за день 8 образ тогда можно чего-то добиться для меня курсы это больше как хобби я там как заработок почти что ничего не имеют для меня приятно общаться с людьми чему-то их учить то есть на себе можно делать бизнес почти что смотря с каким предложением придешь ко мне портал отзывы by там ты писал что всегда хотел снимать для глянцевых журналов да и даже вот цитаты и уже пришел к этому да уже к этому пришел пришел ты к денису аргеру и сейчас снимаешь в журнале айкон как ты этого добился мы снимаем там вообще вдвоем с денисом многие съемки делаю либо я либо он либо мы вдвоем чаще всего так и получается фотографировал как пришел к этому все очень просто самом деле я никому не говорил но где-то фотографирую я начал серьезно заниматься фотографии только чуть больше года назад этого что ты делал там маленький срок до этого я просто узнавал технические аспекты фотографии не очень доверяют хорошим фотографам которые очень мало фотографируют поэтому просто никому ничего не хорошо но как ты попал так очень просто я написал на 2 e-mail а с одного тебе ответили денис мне ответ приезжай поговорим захотелось ему до работы с тобой как ты думаешь вот так скажем вы если уже там зацепило ну не знаю нашли общие точки соприкосновения можно так сказать в общем в этом вопрос мне кажется можно ставить жирную точку и сказать что алексей добился айкона талантом тебя была такая запись пока делаю бесплатные проекты только в ню жанре по поводу ню жанр почему вот как фраза да пока делал бесплатный проект только в ню жанр из тебя больше интересует скажем так голое тело чем одетая фэшна я бы сказал и то и то они на равных ступенях интересуют два жанра там фэшн и ню но как бы фэшн я уже там набомбил ого-го сколько все всякого материала надо пополнять портфолио именно этим и эти мужам до смотри это все понятно и до все вода не люблю такие ответы обе сними почему фотографы так любят женское тело почему не любит фотографировать голый девушек это из красота обнаженное тело то есть многим нравится не то что даже парням и девушкам нравятся там одна женной фотографии хороший хороший красивых художественных фотографий не то что во поисков гуглир обычно вылазит я никогда не не фотографирую на бум у меня не то такого там. Ай пойду-ка я чего-нибудь пофотографирую. Приди разденься, я сейчас что-нибудь там будет. То есть всегда идея заранее готова? Конечно, я готовлю идею. Алла Маш, ты можешь приехать голая с апельсинами? Узнаем мнение гостя об интересных событиях, которые происходят в нашем мире. Ну вот, например, интересный портал 21by PhotoFact. Белорусская супермодель снялась для Victoria's Secret. Белорусская фотомодель Марина Ленчук. Знаешь такую? Нет. Не знаю, что такое, да? А Victoria's Secret знаешь? Да. Хорошо, Леша, расскажи нам, расскажи зрителям, во-первых, что думаешь по этому поводу. И были ли у тебя фотосеты с какими-либо знаменитостями? Да, были, конечно. Со всеми знаменитостями, которые у меня были. Фотосъемки. Если ты про меня с Юлей, то давай брать выше. Нет. Мы не брать тебя. Про Юлю, да? Грамотная подмаза. Ну, многие знаменитости, которые у меня снимались, это все, конечно, было в журнале Icon. Ну, кто это был? Герсимени было, да? Герсимени, да. И там многие олимпийские призерши. Абалян было. У меня следующая новость. Я вот по прессе всегда печатный. Журнал Fashion Collection. Вопрос такой, я тебе покажу несколько снимков, А ты мне скажешь, какой тебе больше нравится? Давай легко. Я бы остановился вот на этой. Почему? Ну, мне нравится портрет. И здесь как бы технический свет неправильный стоит, но всегда все правила можно нарушать. И обалденные фотографии. Главное, чтобы это нравилось. Мне нравится. Да, вообще, в принципе, тут все фотографы, которые там говорят, что все это фотография ерунда, здесь неправильный свет стоит. Ну, на самом деле, глупцы, наверное, с одной стороны. Или пока не дошли там до какой-то ступени, когда все эстетически правильные расстановки света, ну, просто надоедают, приедаются. Надо всегда это все дело бывает нарушать. Бутик Бай. И там сейчас проводится фотоконкурс «Мой любимый питомец». Скажи, пожалуйста, зверушек, братьев наших, меньших, когда-нибудь фотографировал? Конечно. Кого? Своего любимого хамелеона. Патрика. В студии или дома? Хамелеон это неожиданно. Дома. Я хотел его до студии довезти, добраться. Но так и не добрался. Лучше я привез просто свет домой и дома его пофотографировал. А людей с животными? Людей с животными. Вот в воскресенье буду фотографировать девочку со змеей. Попробуй девочку с бульдогом. Тоже очень интересное сочетание. Девочка и бульдог. Обязательно в жанре нью. Окей. Так, открываю новость из журнала «Стиль жизни». Так, женская сила непобедима. Но речь даже не об этом, что меня заинтересовало. А фотография яркая, да? А фотография, да. Фотография, и вопрос у меня как раз по поводу нее. Насколько важна физическая подготовка модели на фотосессии? Ведь иногда нужно выдавать еще тепо, я так предполагаю. Ну, конечно, конечно. Важно. Если в постановке какая-то необходима физическая нагрузка или там стоять на одной ноге долго там, или на табуретке одной и на одной ноге, ну, конечно, нужна нагрузка. Но ты модель в основном ставишь, лепишь ее, да, как пластилин или делаешь, что хочешь? Если модель чуть-чуть неопытная, мне легче показать, как надо там стать и как сделать. Если модель уже там высокого уровня, там, по этих фотосессий у нее миллиард было, то... Она знает сама, где лечь, когда лечь, с кем лечь. Я просто ей направляю там какой-то сюжет даю, а она уже развивает его сама. Теперь тебе придется, наверное, немного необычным образом оценить фотографию. Рубрика «Рентген» и Ваня специально подобрал коллекцию лучших женщин страны и мира. Да, чего уж там скромничать. Тебе нужно предположить по фотографии какая профессия у каждой модели. Наверняка через твои руки, по крайней мере, через твой объектив проходит огромное количество людей. И я уверен, у тебя глаз наметан, ты примерно по человеку уже можешь что-то сказать. По крайней мере, какой-то маленький психологический портрет. Угадывай, что за профессия перед тобой? Первая фотография, очаровательная девушка. Программист? Нет. Это профессиональный геймер. А, да? Это мисс геймер. Проходил такой конкурс. Девушка то ли в Counter-Strike, то ли еще в какой-то игре заняла первое место. Давай подсказку. Ну, давай. Здесь профессия связана с техникой. Я не знаю. На заводе, что ли, работай? Ну, на каком? На трактор. На трактор, на мази. Леш, почти. Засчитаем балл, Юля? Да. Засчитаем. Это работница завода МАЗ. Врач. Врач, все правильно, медсестра. Молодец. Девушка, молодец. Девушка, молодец. Ну, художница. Художница. Ну, вообще-то, Оксана Федоровна. Это же, поэтому, это милиционер, да. Резами уже балл снимаем за незнание. Милиционеры тоже художники. Резами работают. Учитель белорусского. Учитель, правильно. Опа, один-ноль, вот так. Какой ветер был? Именно да, в этой области. Итак, небольшой блиц-опрос. Что-то будет адекватным, что-то неадекватным, тебе нужно продолжить наши фразы. Готов? Я начинаю. Начинаю. Я лучший. Везде. Я не кудышный. Ученик. Лучший подарок на Новый год. Объективчик. Леш, почему-то сразу на свой счет. Сразу видно, человек эгоист. То есть, что он будет дарить, а что бы ему подарили. Хорошо, я зарабатываю. Даже не знаю, сколько. Не могу сказать. В смысле, в сумму или что? Ну, просто продолжим. уставил с ветер. Нормально. Нормально. Если бы не сердцееды, то я бы с тобой не познакомился. Хорошо, если бы я не был фонографом, то я бы был, наверное, очень хорошим строителем. Отлично. В душе я? Романтичный. Когда я вижу обнаженную девушку, мне нравится. Когда я вижу обнаженого мужчину, Ваня, сразу от тебя подумал. Я вижу Ваню. Я люблю... Ты опять обо мне подумал? Я люблю жизнь. Отлично. Ну, с горем и баланс справляется, Леша, с нашим блиц-опросом. Твой самый романтический поступок? Остань за кадром. Еще у нас фотограф Алексей Волков истиснительный. Подожди, то есть, голый человек, который выбегал на стадион. Это был ты? Это было признание в любви? Это была романтика? Или что? Рубрика «Глухай». Итак, проверим твой слух. Проверим, сможешь ли ты угадать, три звука, которые мы для тебя подготовили? Но, очень важный момент. Если ты отгадываешь два звука из трех, то Ваня платит мне двести тысяч. Уже двести? Уже двести, Это потому, что она в прошлый раз сто проиграла, а она не хочет в ноль уходить. Если ты не отгадываешь два из трех, то мне придется Ване двести тысяч. Поделим наполам. Понял. Итак, ничего личного, первый звук. Поехали. Мне кажется, Ваня стал ближе на двести тысяч. Так, давайте попробуем. Давайте еще раз, да. Ну, короче, колупание в мусоре каком-то. Колупание в мусоре. На самом деле, это крупа сыпется в тарелку. Да? Да. Окей. Одиноль. Следующий звук. Одиноль, да. Соберись. Соберись в своих руках двести тысяч, которые будут владеть я. В наших. В наших. В наших. Ну, это может, перелистывание бумаги. Ну, что-то с бумагой сделано. Леша, ну, зачем ты спешил? Это костер. Это звук огня. Такой легкий звук, а на самом деле, мы с тобой сильными. Идем на Хоббит. Ну, что же, ну, давайте третий звук. Третий звук уже. Звук престижа, да. Ну, да. Метелочка, нет? Еще раз послушай. Это, кстати, очень часто происходит у тебя в студии перед фотосъемкой. Распылитель воды на волосы. Ну, 3.0. Рубрика «Рифмоглот» придумал название Ваня. Вот здесь Леша стреманулся. Да, нормально. После предыдущих звуков. Мы проверяем теперь, насколько ты дружишь с рифмой. Давай. Итак, у нас есть четыре слова. Ваня, декламирую. Фото, охота, голый, кола. И тебе нужно их срифмовать. Четыре строчки. Что на последнее кола было, да? Пожалуйста. Время пошло. Секунда. Минута. Уступняк какой-то. Сыплюем тебе сейчас. Ку-ку-ку. Ну, все, готов. Все, готов. Алексей, да. Итак, декламирую. Да? Да. Леша, у тебя к стулу подведен разряд. Если ведущие говорят готов, значит, ты готов. А если не готов, мы отдаем сигнал звукорежиссера, ты получаешь 220. Готов. 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 Итак, наконец-то. Ну, здрасте. Фото охотился на будущее. Ну, увязывал Ваню в голову на сколы. Вот как-то так. В общем, недружок человек, признайся. Рассказывай. Легкие. Я знаю, что ты не куришь. Ну, да. Значит, задержать дыхание для тебя будет легче простого. Итак, ты задерживаешь дыхание максимально, а мы записываем твой тайминг в нашу книгу рекордов, каждый из которых стоит из карточек парус джинс. Посмотрим, сможешь ли ты пробиться в лидерах. Важно то, что пока ты будешь задерживать дыхание, мы будем читать тебе некоторые новости, некоторую информацию о тебе. Что-то правда, что-то нет. В общем, главное, чтобы ты сдержался нас не остановить. да легко. Итак, Алексей Волков задерживает дыхание. Ну, поехали. Свою первую фотографию Алексей сделал с чужого мобильного телефона. Как-то так. Больше всего Леша любит фотографировать пьяных людей. Продав свой первый телефон, Леша купил себе первый фотоаппарат. Перед топлив с фотосессией Леша выкуривает пачку сигарет. Лешу выгнали из войск за фото секретных материалов из комарки прапорщика. Не было такого. Любимая форма фотографии у Леши аватарки ВКонтакте. Леша является штатным фотокорреспондентом журналов Icon и Вожик. В постели Алексея всегда трое. Он, жена и фотоаппарат. Мечтает сфотографироваться с Сергеем Зверевым. До сих пор работает в РБ только потому, что батарейки фотоаппарат дешевле. Да, но я бы на прошлом остановился. Вот она так. 54,3. Твоей рукой оставь свое послание миру. Время, на котором дождь задержит дыхание Алексею Волкова. Рубрика «Глаз алмаз». Проверяем не то чтобы зрение, проверяем твои глаза и умение ими пользоваться. Владеть, да. Владеть, да. Твоя задача делать совершенно очень необычную штуку. Мы будем снимать только крупно твои глаза и тебе надо будет показать всю свою мимику только глазами. Наши зрители в это время делают скриншоты фотографии и лучший скриншот получит фотосессию от Алексея Волкова. Так что сделайте вы лучший снимок для того, чтобы потом сделали мы ваш лучший Итак, друзья, ваша рука, ваш палец замрает над кнопкой «Принт скрин», а Леша начинает кривляться в камеру только глазами. Поехали. Рубрика утереть нос Леша, я предлагаю тебе и Ваня наверное тоже. Мы не будем тебе как-то предлагать что-то сделать с фулносом, но предлагаем тебе утереть нос нам. Докажи нам, что чтобы видеть хорошо человека, фотографию, композицию, нужно это представлять в голове, значит, представить какую-то картинку ты можешь, правильно? Поэтому я тебе даю фломастер, намного проще. пожалуйста нарисуй портрет Вани и меня два портрета можно совместно только представляешь что это ты. Прическу легко, да? Просто домик. мне кажется портрет войдет в историю нашей программы. Да, самого необычного изображения себя я еще не видела и лучше бы не видела. Друзья, только пожалуйста, когда будете смотреть не считайте количество зубов ни у меня, ни у меня. Ну что можно сказать, друзья? Человек, который больше всех нас раскрепощает, делает с нами сумасшедшие вещи, заставляет нас принимать необычные позы. Сам по себе скромный, замкнутый. Ну не замкнутый. Ну не то чтобы замкнутый, но я бы сказал, что скромности в Алексея как раз таки перебор. Мы с Лешей знакомы очень давно уже, можно так сказать. В общем-то я считаю, что у нас много фотографов, правда, каждый второй фотограф. Но чтобы добиться какого-то каждого своей цели, но Леша добился того, что он работает на очень хорошем журнале, на хорошем глянце, делает обложки качественные, делает хорошие снимки известным людям, многим известным людям, делает необычные фотосессии, вы можете увидеть и в его портфолио. Фотографии действительно неоднозначны, необычны. Ну а то, что каждый второй фотограф, друзья, напоминает вам наш с Юлей инстаграм. Не забывайте нас половить, Джурджулия Иван Величко, посмотрите, какие мы в реальной жизни. Мы ждем ваших комментариев, хороших и плохих о нашем эфире и будем это учитывать. Напомним, что все наши афиши, фотосессии делал именно этот человек, потому что мы доверяем все наши измены и проказы также делал этот человек. Ну а с вами сегодня были ваши покорные ведущие, очаровательная и фотогеничная Юлия Бунт. Посмотрите, вот она настоящая. Оно и, конечно же, не менее фотогеничное по всем пропорциям тела, как и нарисовал Алексей Волков Иван Величко. И поступок. Не, ну я скажу все, кроме того, чего не хочу говорить. Кроме того, чего не скажешь. Да. Олег, запускай. Продолжение следует...